Приветствую, уважаемые! Ну что же, сегодня мы с вами смотрим на Sony Xperia Z5 Compact. Маленький, но мощный смартфон, который по идее должен встать между огромными лопатами и маленькими дыхляками. Но получится ли это у Sony, сегодня мы с вами и будем разбираться. Поехали! Внешность. С одной стороны, у Sony вроде бы ничего не поменялось принципиально, с другой же стороны, изменений достаточно, и мы точно можем определить новую серию, даже мельком глянув на аппарат. Спереди все осталось по-старому, то есть камера, сенсоры, маленький светодиодик, надпись Sony и идея OmniBalance, где вырезы под динамики верхней и нижней, или правой и левой, как хотите, они сделаны очень маленькими, узкими и похожими друг на друга. По боковинкам здесь уже все новое. Во-первых, сделали вот такой странный, казалось бы странный, но на самом деле очень логичный пластик. Пластик матовый, с небольшой такой искрой, а-ля молочно-блестящий. Да, это отсылка, по сути, к более спортивному сегменту пользователей, более динамичному, более молодежному. С другой стороны, он выглядит свежее, естественнее, интереснее и, как ни странно, целостнее. Да, теперь здесь нету выделенных уголков, которые раньше, по словам производителя, защищали от раскалывания экрана при падении. Может быть, там что-то есть внутри, но, тем не менее, никаких спаек, никаких швов на внешней поверхности незаметно. На боковой грани одной у нас есть кнопка включения-выключения блокировки со встроенным дактилоскопическим сенсором. Суть сканера отпечатков пальцев. Очень удобное расположение, очень логичное, очень все хорошо работает, доволен до посинения. Sony большие молодцы. Но Sony большие не молодцы, разместив вот такую штуку. Это регулировка громкости, она, во-первых, очень маленькая, очень короткая, ход клавиш небольшой, в конце какой-то такой мерзкий, противный, маленький, тихий клик, ощущение дешевизны и неудобности удержания. То есть вы его так удержите, и рука напрягается. По умолчанию хочется его вот так взять, а тут надо вот как-то вот палец изгибать, ну, напряжение в кисти. В общем, короче, очень странное эргономически сделанное решение. Кнопка отдельная фото, она остается, это замечательно. В данном случае к Sony никаких претензий нет. Снизу у нас только микрофон и microUSB-порт. На противоположной длинной грани выдавлена надпись Xperia, есть вот такое вот отверстие двойное, это проушина под ремешок, и единственная заглушка на корпусе. Значит, заглушка имеет, естественно, обрезиненную такую вот прокладочку внутри, и в самой, или под самой заглушкой прячется следующее. Если мы подденем, попытаемся поддеть, вот такая вот информационная сопля, которая есть у всех соневских телефонов. Под этой информационной соплей у нас располагается порт под карточку памяти, ну, разъем суть. Белая маленькая, это сенсор залития. Дальше под ней любимая дожути с Sony и ненавидимая радостно мной, вот такая вот маленькая-маленькая, дохленькая, совершенно тонкая пластиковая лоханка под вашу симку, безумно неудобно менять на улице, вообще невозможно. То есть, если что-то срочно надо переставить, симку одну на другую, все, это полный абзац начинается. И маленькая желтая штучка, это клавиша сброса, ну, по сути, некий резет, который выключает ваш аппарат, если он у вас завис наглухо, и ничего сделать не получается. Да, заглушка одна, естественно, порт, повторюсь, у нас открыт, это было и раньше. Sony, кстати, перестали делать акцент на свою супер-пупер водонепроницаемость, потому что, видимо, много там нареканий, много претензий. Но, в принципе, если вы пройдете под дождем или его помочите, то ничего критичного не случится. Но купаться с ним все-таки, наверное, не стоит, или, если очень хотите, то 100-500 раз проверяйте все заглушки и ни в коем случае не используйте его в соленой воде. Это и раньше было, сейчас это явно еще более строго надо выполнять. Сверху разъем под наушники, да, он тоже не закрыт, и да, если вы хотите пользоваться им, например, после дождя, обязательно просушите. Второй микрофон, ну и сзади. Сзади у нас тоже такая странная поверхность, это матовый а-ля Soft Touch пластик, это или это стекло чем-то покрытое, я не знаю, но ощущение как от пластика. Очень приятное ощущение, реально очень хорошо сделанное. Область действий на все метки, камера, вспышка, надпись Sony Xperia. Все, больше ничего здесь нет. На самом деле, то, что сделала Sony с новым аппаратом в плане дизайна, если исключить эргономику вот этой страшной кнопки, это очень большой прорыв. Это намного стало приятнее, интереснее и целостнее. Так что в данном случае за небольшими огрехами Sony молодцы. Ну так как перед нами версия Compact, то и диагональ экрана не то чтобы большая, 4,6 дюйма. При этом разрешение составляет всего лишь 1280 на 720. Суть обычная HD. От Sony вообще-то ожидали чего-то большего, то есть Full HD, но не срослося. По углам обзора все хорошо, только в экстремальных углах чуть-чуть происходит совсем номинальное выбеление картинки. В остальном все неплохо. IPS-ная матрица. По цветопередаче все насыщено. И чисто фирменный Sony подход. У них красный цвет, такой плотно насыщенный, малиновый даже, больше чем красный. То есть классический красный, он более желтушный. Здесь прямо такой вот, эх, чтобы побольше было такого густого-густого цвета. Но это, повторюсь, именно Sony фишка. Значит, интерфейс. Интерфейс тоже практически не претерпел никаких изменений. Все довольно гладенько, довольно мягко перелистывается. Да, есть какие-то виджеты. Есть вот, пожалуйста, погодник у меня сейчас. Два градуса, хотя, в общем, на улице-то теплее у нас в Петербурге. Такая затяжная осень, скорее, чем зима. Есть, конечно же, меню. У меню, в принципе, есть упорядочить приложение. Да, собственный порядок. Раньше это было вот по движению левее, чем самое левое. Сейчас это засунули по три точки. Не знаю, мне нравилась предыдущая версия. Тем не менее, что есть, то есть. Сверху совершенно плоская шторка, где есть базовые настройки, которые мы также можем как-то переместить, подкинуть новые. Ну, например, опа, добавили что-то. То есть, как-то отсортировать. Ну, и можно перейти в общие настройки. Общие настройки выглядят, ну, понятно, дело, сообразно современным дизайном плоским. Но ничего принципиально нового мы не увидим. Пожалуй, темы есть, да, на выбор тут много. Пожалуйста, тут темное, Xperia, зеленый, синий, фиолетовый и так далее. Дисплей. В дисплее, кроме фоновых рисунков, часов и системные значки, которые отображаются сверху, да, то же самое, мы еще можем включить улучшение изображения. Это X-Reality for Mobile. Он, значит, показывает, как будет. Причем сразу раньше этого не было. Видите, вот, картинки меняются. Дальше мы включаем X-Reality. Он такой более насыщенный, более контрастный. А режим предельной четкости мы еще больше, как бы, еще жирнее цвет, еще агрессивнее. То есть, вот, если посмотрите, да, здесь и насыщенность увеличивается дополнительно. Кстати, очень хорошо, что так показывают нам понятно и логично. Ну, понятное дело, что в режиме обычном нам показывают несколько утрированную, такую совсем слабо насыщенную картинку. Но, тем не менее. Режим работы в перчатках, уровень яркости, адаптивная регулировка. Я выключил, чтобы вам показывать спокойно спящий режим. Ну, и так далее. Все в остальном обычно, кроме того, что есть еще выход из режима сна по тэп-тэпу, то есть двойному удару по экрану. Такое есть у многих. Ну, и то, что это в Sony тоже есть, это замечательно. Все остальное совершенно банально и совершенно неинтересно. Ну, да, знакомство с Xperia есть еще такая штука. Здесь мы можем посмотреть основы работы. Нам показывают, как вообще взаимодействовать с телефоном. Дальше мы можем перенести данные с другого мобильника. Ну, вот купили новый и хотим переехать сюда. Настраиваем сканер отпечатков пальцев. Кстати, та же штука будет запускаться вам при первом включении и, естественно, активации. Служба Xperia. Здесь есть свои какие-то дополнительные штуки. И рекомендуемые приложения. Ну, вам предлагают попробовать что-то дополнительное. Дальше все готово, потому что я прошел все уровни, что называется. И говорим закрыть. Все, больше здесь ничего нет. По приложениям, что я могу показать. Значит, музыка все так же, как и было раньше. Да, немножко более легкий дизайн у плеера, более плоский. Но те же параметры. В альбоме ситуация ровно такая же. Google мне не нужен. Спасибо, дорогой. Значит, здесь есть тоже сортировки по различным вариантам. Тут и в домашней сети можно поискать. И отдельно по эффектам камеры. То есть, больше фильтров. Также есть Smart Connect. Мы подключаем аксессуар и задаем ему какую-то модель поведения. Например, там, что если наступила ночь, то что должны делать. Или при подключении зарядного устройства, например, что мы должны делать. Событие ночи отключено. Там, видите, запустить приложение, звуковой режим и так далее. То есть, мы можем автоматизировать некие логичные действия. Movie Creator. Соответственно, видеоредактор от Sony очень простой. Новости от Sony. LifeLog. LifeLog, если вы не видели моих предыдущих обзоров, посмотрите. Вообще, это штука, которая показывает, что мы делали, что мы не делали на дню. Как мы ходили, сколько калорий тратили. И здесь куча всяких штук, которые он отслеживает. То есть, там, допустим, сделали столько-то шагов. Там, проехали столько-то на велосипеде, на автобусе. Сделали столько-то фотографий. Если мы сделаем фотографии, здесь будет отображаться, например, количество звонков. И такими с помощью кружочков. Или, там, фотоаппарат маленький, тоже в кружочке нарисован, который показывает, что мы там, например, снимали. TV Side View. Это штука, которая предлагает вам настроить какой-то провайдер телевидения. Ну и, соответственно, потом он вам будет подсказывать согласно этому провайдеру, когда там что на каких каналах идет. И заодно управлять вашим телевизором. Ну, в частности, Sony. Все. Из каких-то дополнительных приложений, пожалуй, больше ничего по умолчанию и не предустановлено. Ну, там, Xperia Launch, где что-то есть. Такое дополнительное какие-то приложения. Есть Privilege Plus, который вам тоже дополнительные какие-то ништяки и приятности. Да, вот еще что есть. Значит, набросок. Набросок это приложение, которое позволяет вам что-то нарисовать. Давайте создадим новый набросок в книжной ориентации, безусловно. И что-нибудь мы тут нарисуем. Значит, у нас есть выбор толщины линии, различных инструментов. Да, тут есть прозрачные маркеры и различные какие-то перья, кисти. Вот такие вот интересные цветастые червякообразные червякорисующие штуки. И штуки, рисующие там всякие сердечки, звездочки. Это все можно по цветам сделать. Вот такие вот странные вещи. То есть, в принципе, это такая некая игрушка, которая позволяет вам это дело все повозить. Вот заливалки какие-то, вот смазывалки пальцем. То есть, в принципе, развлекуха от нечего делать. Можем поставить задний фон какой-то заштрихованный. Или использовать какой-то свой вариант и окрасить его. Можем добавить какой-то текст готово. Да, тут можно как-то уже корректировать толщину шрифта. Отправлять его на передний фон, на задний фон. То есть, когда он там, видите, находится за линиями, нарисованными выше. Да, конечно, все ясно. Ну и мы можем наклейки какие-то наклеить, если мы хотим подредактировать чью-то фотографию. Например, такую вот забавную сову поставить. О, жирную, жирную сову. Тоже можем ее отправить подальше, поближе. В общем, такая развлекуха. Добавить фотографии, естественно, добавить изображение и стикер-креатор. Ну, в общем, развлекуха. Пожалуй, что еще стоит отметить из интересного, это PlayStation. То есть, если вы зарегистрированы в PSN Network, здесь ваша учетная запись, что вы делали, да. И вы можете подключиться, например, к вашей PlayStation. Для подключения к PlayStation здесь есть и такая штука, и дополнительное приложение, которое я поставил. Она называется Remote Play. Находите ваш PlayStation, подключаетесь, и можете, подключив джойстик к этой штуке, играть прямо на смартфоне. Выглядит это будет примерно вот так, вот как вы сейчас это видите на экране. Понятное дело, при такой диагонали это может быть не настолько интересно, но, тем не менее, если ваш телевизор занят кем-то из домочадцев, то почему нет? Взяли с собой, там существует крепление под DualShock для установки смартфона на него. Взяли куда-нибудь, ушли в другую комнату, играйте себе в свое удовольствие. Один из вариантов освобождения телевизора от приставочной связки. Ну что же, результаты тестов вы видите на экране. Внутри у нас стоит 810 Snapdragon, и, в общем, не так много, всего лишь, всего лишь 2 гига оперативной памяти. Но, с другой стороны, при таком разрешении экрана этого более чем достаточно за глаза. Вот так вот идут на этом агрегате игрушки, то есть проблемы никакой у вас точно не будет. Так что играйте на здоровье, играйте в свое удовольствие. Тем более, напоминаю, вы можете поиграть с помощью PlayStation, если она у вас есть. Камера у Sony всегда была многомегапиксельной, в данном случае это 23 мегапикселя и диагональ 1 на 2,3 дюйма. Интерфейс после обновления прошивки поменялся, поэтому обязательно, если у вас есть аппарат, обновитесь, вы увидите много, ну не то что много нового, но станет иначе. По умолчанию у нас супер авторежим, и, наконец-то, в супер авторежиме есть возможность выбрать 23 мегапикселя 4 на 3. Раньше супер автор почему-то был 8 мегапикселей, 16 на 9. Я всегда за это Соньку ругал, говорил, да как так можно, вот, наконец-то, молодцы, исправили. Здесь немного настроек, это таймер автосъемки, цвет и яркость, разрешение и из дополнительного распознавания улыбки. То есть ничего много. Вручную. В плане ручном у нас появляется дополнительно таймер автосъемки, чувствительность, HDR, разрешение тоже, соответственно, там можно поставить 23 мегапикселя. И еще у нас режим фокусировки. Здесь сенсорная фокусировка, мульти, распознавание лиц и слежение за объектом. Измерение, соответственно, это экспонометр, центр, точка, мульти и плюс лицо, то есть он берет экспозицию чисто по лицу. Вот такая вот необычная штучка. Дальше. Распознавание улыбки, геометки, съемка касанием, линии сетки для удобства, автопросмотр, это понятно. Звук можем выключить. Хранилище данных, быстрый запуск. И тачблок это, чтобы вы случайно не натыкали и не сняли то, что вам не нужно. То есть работает только кнопка камеры. Разблокировали, все, тачблок выключен. В сценах у нас есть дополнительный выбор. Значит, ну тут еще баланс белого, да? И, как ни странно, при выборе 23 мегапикселей мы не можем выбрать сцену. Почему так осталось, я так и не понял. Но сцена выбирается именно в этот момент. Да, вот 8 мегапикселей мы можем, а 23 мы уже не можем. Если мы выберем, например, разрешение в 20 мегапикселей, мы снова не сможем выбрать сцену. То есть только 8 и сцена, или дальше только ручками. Значит, переключение режимов, как вы поняли, свайпом вверх-вниз, или вправо-влево, если смотреть на горизонтальную ориентацию, ну вот, точнее, нормальную ориентацию смартфона, в видео у нас здесь не так много всего. То есть тоже выбор сцены. Разрешение видео ограничено в Full HD, но 60 кадров в секунду. Дополнительно у нас только режим фокусировки, это распознавание лиц в данном случае. И мы можем включить лампочку подсветки постоянную. Дальше. Приложение камеры. То, что было и раньше. Значит, есть несколько предустановленных. Есть возможность добавить приложение, да, из его собственного магазина. Тут вот, пожалуйста, целый наборище. Тут и MotionShot, всякий Evernote, чтобы сразу туда все засовывалось и так далее. Вроде бы это еще будет добавляться, поэтому можете себе скачать. Аэр-эффект. То, что было раньше, то осталось и сейчас. Это сказка погружения динозавр-маскарад. И куча-куча-куча всего, чего можно докачать дополнительно. Что-то изменяет вас. Ну, это, например, маскарад. Он там всякие маски на вас навешивает. Что-то окружение меняет. Это и динозавр, и погружение, и сказка. Ну, остальное, уж выбирайте. Тут очень много всего показывать. Да, вот можно посмотреть в классическом стиле. Портрет в стиле. Портрет в стиле это штука, которая позволяет снять селфик и... Или мягкую кожу сделать, да. Или красные губы, или загар, или такой синий с голубыми глазами. Или черно-белое кино, или рисунок, или какие-то пузыри. То есть, есть варианты на тему, как это все разукрасить. Да, чисто для любителей селфи штука, но, тем не менее, она была раньше, и можно поиграть сейчас. Значит, видео 4К. Видео 4К это съемка, соответственно, 4К видео, но почему-то вынесенная в отдельную настройку. Не знаю почему. Стикер-криэйтор. Это штука, которая позволяет вам что-то сфотографировать, потом обрезать и сделать из этого стикер-наклейку. Вот так вот. Кстати, почему-то кнопка назад упорно возвращает вас на рабочий стол, а не к выбору хотя бы сцены. Мультикамера. Мультикамера штука, которая позволяет вам подключить несколько смартфонов друг к другу, ну или устройств, например, там экшн-камер, и снимать одну и ту же сценку с разных точек одновременно. То есть, у вас такой получается убер-кадр, сразу многоплановый. Очень интересно. Художественный эффект, довольно простая штука. Здесь мы, по сути, используем... А, вот видите, такая штука также появляется, реально появляется. Он предупреждает, что все перегревается, но по поводу перегрева все хорошо. В этот раз Sony, несмотря на кучу предупреждений, что что-то будет закрыто, умудрилась сделать, благодаря правильному корпусу, правильный же теплоотвод. И у меня ни разу не получилось перегреть машинку до такого состояния, чтобы оно свернулось. Здесь у нас эффекты всякого движения, то есть какая-то мозаика, видите, там ностальгия, рыбий глаз, цвет наброска и так далее. То есть какие-то вариации на тему, ничего интересного нет. Но здесь хотя бы мы можем вернуться обратно. Панорама, панорама, стикер-креатор показывал таймшифт видео. Штука, которая показывает что-то в замедленном варианте. То есть вы что-то бросили или какой-то сделали прыжок, движение, например, вы там спортсмен, да, и можете попросить себя снять, потом это медленно, красиво воспроизвести. С лицом на изображении то же самое, что когда-то в свое время начал Samsung. То есть есть... Да ладно уж, господи, тебя предупреждает, это пугает. Значит, есть передняя камера, есть задняя камера, и вы накладываете одно на другое. Ничего принципиально интересного в этом нет. Ну, можно поиграть, типа, свою эмоцию и показать. Не знаю, не понимаю я этих вещей, но тем не менее кому-то может быть полезно. Мультикамера, я уже об этом говорил. И саундфото, снимки с фоновым звуком. Приложения дополнительные, пожалуйста, вот тут таймлэпсы всякие и так далее. Скачивайте сколько хотите. Вот такая вот получилась камера. Давайте смотреть на примеры снимков. Ну что, выводы. Значит, штучка работает примерно дня полтора при такой, ну, нормальной загрузке. Если разгрузить побольше, ну, или нагрузить его поменьше, соответственно, мы получим даже два дня. При использовании фирменных технологий Stamina, естественно, там все продлевается, но мы получаем более дохлый смартфон или с обрезанными какими-то функциями. Но это было раньше у Sony, поэтому здесь ничего не поменялось. Что поменялось? Поменялся корпус. Корпус поменялся в лучшую сторону, в моем понимании, потому что, во-первых, он стал выглядеть более свежо, более здраво, более дорого, как это ни странно. То есть он стал более подходить к общему стилю. Да, это более спортивный стиль, но тем не менее он стал более целостным. Второе, у нового корпуса более приятные тактильные ощущения, намного более приятные, и он лежит лучше в руке. И третий момент, именно благодаря корпусу, ну, в крайнем случае, мне так кажется, он лучше отводит тепло. То есть, несмотря на его заявление о том, что камера сейчас закроется, камера сейчас закроется, у меня ни разу не получилось перегреть камеру до реального закрытия. Я специально оставил уведомления активными, то есть не скрывал их полностью, чтобы вы видели, что, да, система как-то отслеживает температуру, но тем не менее ничего не надо с ней делать, оно само прекрасно остывает. И да, субъективно он хоть и теплый, конечно, 810 Snapdragon греется, но тем не менее он не обжигает руки, как, например, предыдущие версии, которые я трогал. Там было, мне казалось, намного горячее. Ну, или, может быть, это не настолько было горячее, но тем не менее там закрывалось, и у предыдущей версии все закрывалось, здесь не закрывается. Это явно хороший показатель. Два гига оперативки. Хорошо или плохо? Ну, вообще, конечно, хотелось бы три все-таки, особенно в связке с 810 Snap'ом. Ну, и два гига на HD разрешении, этого достаточно. Опять же, HD разрешения вроде бы тоже маловато. 4,6 дюйма экран, ну, в Full HD могли бы спокойно встроить, хотя при таком экране оно там не сильно принципиально-то и нужно. Картинка довольно гладкая, картинка довольно четкая, да, со специфичным таким форматом подачи цвета от Sony, когда красный такой вот плотный и насыщенный, но тем не менее он неплох, он просто своеобразен. Камера. Вот с камерой, пожалуй, как обычно, есть претензии. Ребята почему-то хронически не любят делать нормальные драйверы. То есть, вроде бы камера мощная, другие из этих камер выжимают какие-то потрясающие снимки, Sony сама как сапожник без сапог. У нее есть нормальный модуль, есть возможности, но почему-то нет результата. Довольно посредственные, с моей точки зрения, кадры, есть куда расти в плане и шумодавы, и постобработки снимков, многие детали теряются, выглядит как-то неаккуратно, грязненько. В общем, я бы не стал использовать это как камерафон, несмотря на все заявления. По поводу всяких там защит от влаги и так далее. Под дождем гулять можно, топить, наверное, не рекомендуется. Тем более, Sony на это дело даже упора в последнее время никак не делает в рекламе, если вы заметили. Ну, посмотрите, это действительно интересно получается. Так что, в принципе, у нас такой дополнительно защищенный смартфон в классическом понимании оболочки Sony, в не классическом уже, в общем-то, понимании корпуса, но мне это нравится больше, и, в общем, с такой же камерой. Очень хорошо сделана у них кнопка включения-выключения блокировки. Еще раз отмечу, вот этот самый модуль сканирования отпечатка пальцев, встроенный в эту кнопку, это что-то потрясающее, действительно классно. Ну, и в очередной раз такой мелкий пинок в сторону эргономики из-за вот этой кнопки регулировки громкости. Маленькая, внизу неудобная. В остальном, самое интересное, это цена. 40 тысяч рублей за официальную, скажем так, версию этого смартфона, по мне, слишком дорого. Да, я понимаю, что баг сейчас вылезет в какие-то совершенно странные цифры, но, тем не менее, он ползает выше, он ползает ниже. 40 тысяч рублей, тут уже много чего можно взять более серьезного. Да, маленьких и мощных мало, но вот себе я не могу описать покупку вот этого за 40 тысяч. Я нету, у меня аргументов под это дело. Для меня это слишком дорого. Там 28-25, да, безусловно, идите, берите, я сразу скажу, прекрасно. Даже 30-ку, ну, теоретически я могу объяснить, ну, доллар там, то, сё. Можно придумать и сказать, ну, вот за 30-ку-то, ну, наверное, ладно, потому что вам нужно мощно и маленько. Но за 40 нет, за 40, ребятушки, нет. Ну, компания Sony всегда считала, что за нее надо платить много и жирно, пусть считает дальше. Я думаю, что те, кто захотят, те найдут и серые, естественно, поставки, где цена будет более адекватной. В официальной рознице я это не верю, что будет много продаваться. Тем более есть прекрасные модели с большей диагональю экрана, которые в эту цену влезают совершенно прекрасно. Все, на сегодня все, я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok